Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания, с Вами ведущий Водислав Мейструк. Моими собеседниками сегодня будет Ольга Ивазовская, координатор сети опора. Здравствуйте. Доброе утро. И на прямом включении из Одессы Александр Боровик, кандидат еще в мэры Одессы. Александр смеется, если можно, Александр, звук тоже нам в студию включить. Александр смеется, потому что такое впечатление, что в это верите теперь только вы и ваши соратники, в том, что вы еще кандидат. Но об этом мы говорим чуть-чуть попозже. Вот сегодня Юлия Тимошенко, глава фракции Баткевщина, выступала в парламенте с трибуны. И она выразила свое глубочайшее возмущение тому факту, что территориальные комиссии очень долго считают голоса и, в принципе, обвинила их в фальсификации. Вот давайте послушаем Юлию Владимировну и потом... Чему доси справа Ахиндовского, який очолює Центральную выборчую комиссию и який є сьогодні ключем до всих цих фальсификаций, чему не розглянуто в парламенте? Даже инициативы такого не имеет. Чему эти керевники территориальных выборчих комиссий и члены территориальных выборчих комиссий, которые фальшуют сейчас выборы Украины, компрометуют украинскую государство, приниживают украинскую владу и украинский народ, чему сегодня ни прокуратура, ни Министерство внутренних справ ничего не делают? В Польше через 2 часа после выборов до парламенту приветствовали победителей. У нас второй неделю идут фальсификации. Вот такой гнев Юлии Владимировны. Вторую неделю подряд идут фальсификации выборов. Вот первый вопрос я хочу задать Ольге. Вы как сеть опоры, которая контролировала, вела мониторинг всего. От начала избирательной кампании до самого дня выборов, до подсчетов этих же голосов. Вы не были столь же озабочены, как Юлия Владимировна. Так в чем дело? У нас фальсификация, как говорит Тимошенко, или у нас все хорошо? Ну, насправді, наскільки я пригадую, ми єдина організація, яка із міжнародних, із місцевих, українських, яка заявила, що вибори не відповідають всім міжнародним стандартам. Тому числі в частині законодавства. Тому що право на такий тривалий період встановлення результатів голосування дав закон 5 днів для міських, сільських, селищних волів і 10 днів для місцевих рад. І тому більшість територіальних виборчих комісій влаштовують собі доволі таки комфортні умови роботи. Зокрема, щодо результатів підрахунку голосування по обласним, міським, сільським, селищним радам, у нас, на жаль, багато хто планує дотягувати до останнього моменту, фактично це завтра. Чим триваліший період часу законом, відведений на цю процедуру, чим більш пасивні суб'єкти виборчого процесу в контролі за цим дуже важливим етапом підрахунку і встановлення результатів виборів, тим, звичайно, більше є питань щодо самого рішення, яке буде зафіксовано в протоколах по підрахунку. Я хочу нагадати, що в Дніпропетровську, наприклад, відбулася безпрецедентна подія, тобто до Центральної виборчої комісії надіслані протоколи по підрахунку в межах всіх районів, крім одного, і результати виборів до сих пір по міському голові не встановлено, хоча п'ятниця була кінцевий термін. І, звичайно, ці позиції кидають тінь сумніву на 21 тисячу виборчих кампаній, які відбувалися одночасно, і 25 жовтня ми мали величезну безпрецедентну кампанію, яка, знову ж таки, не обмежується однією територіальною громадою. Десь процес затягування був в зв'язку з тим, що закон дозволив цей термін надіяти, і територіальні виборчі комісії, не порушуючи нічого, але, тим не менше, пролонгували максимально процес підрахунку. А десь дійсно мали місце постійні уточнення протоколів, які відбувалися не завжди в законний спосіб. Хочу нагадати, що уточнення повинно здійснюватись виключно колегіальним органом дільничної виборчої комісії. Ми фіксували неодноразові випадки, коли протоколи уточнювались в дворах під територіальними виборчими комісіями, звертали на це увагу правоохоронців, складали акти щодо цього, тому що заявляти про мільйони, мільярди порушень можна, але чи зафіксовані вони в належний юридичний спосіб для оскарження? Велике питання. Не всі кандидати і партії в нас, на жаль, вдаються до юридичного способу оскарження. Знову ж таки, в належні терміни. І тому, я думаю, що оцінка опори є однією з найбільш критичних. Я прочитала практично всі звіти, і лише ми заявляємо про невідповідність міжнародних стандартів в частині організації забезпечення конституційних правдивань. Хоча самі же міжнародні організації, які прийняли, ну вони, правда, контролювали сам день виборів. Ну, переважно так, ми робимо оцінку всього виборчого процесу. Так, так, так. Олександр, а ви розділяєте возмущення Юлії Тимошенко? Я не знаю, о чому говорить Юлія Тимошенко в її конкретному році, я не слухав її речі. У мене є ситуація, яку я вижу непосередньо в Одесі. Це мої перші в Україні, в якій я прийняюю участь як избиратель. І як чоловік, за якого голосують. До цього я прийнявав завжди участь як избиратель в выборах. А в Германії я наблюдав за выборами в Соедині Штатах. А то, що вибори здесь, і як підвиборна кампія, так і самі вибори, це де-то какой-то голос з третього міра, то, що це не цивилизовано, для мене на уровні просто человеческому – це однозначно. То есть, в общем-то, какой бы нюанс ми б не брали, це просто не цивилизовані, не европейські выборы. Інтересно, що якщо следити за міжнародною пресою, я не полагаю сильно на українську пресу, тому що, в общем-то, я дуже розочаровався в українській пресі, то вони примерно розценивають выбори точно також. Тобто, що українці, що ми як наці не можемо організувати себе, щоб нормально провести підвиборну кампанію, і щоб нормально провести выбори, щоб нормально провести підсчет. Це нам всім должно бути стыдно. Независимо от того, що говорить Тимошенко, це, в общем-то, нещо, що стало, опять нас як-то прославило на весь мир в плахому смыслі. І со своєї точки зрения, я хочу сказати, що вибори були фальсифіціровані, підвиборна кампанія була страшно грізна, нецивилизованна. Підсчет голосів в одному випадку проходил быстро, в іншому випадку проходил дуже медленно. Суды у нас практично не работають, вони абсолютно заангажувані. В судебній системі найти какую-то істину просто невозможно. А суды второй инстанції – це, в общем-то, які то политичкі органи, де решається не на основіі закона, а скорее по какой-то политичкій волі. І в цьому всім говорить, що у нас прошли демократичі істину, дуже тяжело. А в случае Одесі це вообще уникальна ситуація, тому що здесь був відбір. Здесь був відбір між яким-то проєвропейським курсом И курсом, чтобы никого не обидеть, в общем-то как-то застрять в 90-х годах в рэкете и в этих всех каких-то делах. И практически там несколько процентов решали всю ситуацию. И вот здесь мы показали свою абсолютную неспособность зафиксировать вот эти вот несколько процентов. То есть мы по сути дали возможность сфальсифицировать выборы, даже если это было не так сильно, то это было достаточно для того, чтобы фактически полностью поменять курс. Сколько голосов, вы говорите, у вас, скажем, украли? У нас, по нашим подсчетам, мы говорим о том, что у нас украли порядка от 5 до 10 тысяч голосов. Смотрите, там было 6400 испорченных бюллетеней. Вот как можно испортить бюллетень? Давайте посмотрим на местные выборы в Мюнхене. Сколько там испорченных бюллетеней? 30 или 40? Откуда у нас 6400 испорченных бюллетеней? И кто их сидел и портил? Да, вот. Такой низкой явки 6400 – это огромное количество бюллетеней. Вот, Александр, к вам Ольга Явазовская, которая, кстати, вот, организация опора вела параллельный подсчет голосов во время выборов в Одессе, да, и не было никаких претензий. Ну, питання не в претензиях. Насправді, протягом виборчої кампанії у нас були претензії, інформація про недоброчесну агітацію, боротьбу, вона мала місце, ці всі дані оприлюднені, покроково їх можна прослідкувати на нашій мапі порушень. У мене інше питання. От, в кожній дільничній виборчій комісії були представники блоку Петра Порошенка. І, напевно, ваші представники як спостерігачі і тощо. Чому в окремих думках до протоколів їх було подано аж на 2% дільниць? Тобто, зазвичай, на що орієнтуються? І міжнародні спостеречі, і місцеві. Якщо немає предмету оскарження з боку представника суб'єкта виборчого процесу, ну, тобто, махати куликами після бою дуже проблематично. І в 2010 році Юлія Тимошенко заявляла, що були сфальшовані вибори, коли мова йшла про президентську кампанію, в якій вона брала участь разом з Віктором Януковичем. А коли ми просвідчились в інформації щодо окремих думках у протоколах її представників і батьківщини, ну, були дуже здивовані. Тому що в суд не було з чим прийти. І навіть в ситуації, коли є сумніви щодо результату підрахунку чи щодо зіпсованих бюлетенів, біда в тому, що наші кандидати і політичні партії дуже пізно звертають на це увагу, дуже неякісно фіксують. Ну, от окремі думки в протоколах з Одеси були в 2% дільниць. І що робили ваші представники в виборчих комісіях? Це не є закид або ще щось. Це насправді історія для якісного аналізу ситуації, щоб розуміти, як перешкоджати подібним неприємним, скандальним ситуаціям на перспективу. Был інтересний аналіз виборной кампании в Одесі, в Вашингтон-Пост. І я більш склонен як-то соглашатися з тим, як описали цю ситуацію вони. Що касається наших наблюдателів, то ситуація, в общем-то, показує саму динамику на цих участках. Во-первых, було дуже багато кандидатів, 40 кандидатів. Більшінство з цих кандидатів були технічні. І вони, по сути, як в гонці за лідером на велосипедах. Вони все работали на лідерах. То есть все представители... Когда я приходил в какой-то участок, то я видел, що наш один наблюдатель знаходився в полной ізоляції. Все работали против него. І все работали на одного лідера. І це було абсолютно очевидно. Для цього, собственно говоря, це одна із причин, чому було так багато технічних кандидатів. Вони ракетерським способом просто захватили участки. Це первое. І об цьому пишет Вашингтон-Пост в тому числе. К сожалению, наша пресса об цьому не пишет. Далі у нас були случаи, коли 30% наших наблюдателей в Суворовському районі с утра самого им сказали, що... То есть їх запугали. Вони просто решили спрыгнути. В день накануне вони проходили через тренинг, все було нормально, я с ними встречался. На следующий день вони с утра позвонили і сказали, що у них були... К ним угрожали, і вони не будуть це робити. Ми прислали нових туда людей. І цих людей просто нагло выталкивали із зала. Виталкивали із зала. Я приїжджав на некоторые такие участки. І наш чоловік стоял за дверями. Двери були закрыты. Комісія собиралась вместе з бюллетенями без этого чоловіка. Коли ми говоримо о том, що поделати від 5 до 10 тисяч людей, ми говоримо о том, що при 1400 участках нужно поделати порядка 10 каких-то бюллетеней на кожному участку. Коли ти видиш динамику на участку, це дуже легко зробити. І у нас є багато видео із того, як це делалось, як вбрасували просто бюллетеня. Для цього є видео. Боле того, у нас є порядка сотні протоколов, які були спорчені, де нагло писали напротив імени Труханова. Писали було... Изначально стояло 306. Потом тройку, як в первом класі, первоклассник изменял. І з тройки на пятерку ставлю черточку, да? І получалось 506. І при такому вот подході при такому вот подході очень легко було сфальсифицировать эти выборы. І все, хто кажуть, що этого не було, пусть читають «Вашингтон Пост». І я не знаю, куда вони смотрели. У мене був случай, я в понедельник рано утром в 10 часов утра приїхав на один із участков, і там вообще був, як будто бомба упала. С одной стороны лежат протоколи, с другой стороны лежат бюллетени, ходять, кричат члены комісії. На мене я зашел, ще вообще ни слова не сказав, вони вже на мене кричат. А в це время на рабочее місце приходять люди. І вони просто проходять между бюллетенями і протоколами, да? Они идут, поднимаются на второй этаж, но их тропа ведет между бюллетенями и протоколами, да? Вот. То есть, ну нет такого нигде в цивилизованом мире. А членів комісії у вас не було від блоку Петра Порошенка? Дивіться, це дуже цікава динаміка, тому що в Одесі багато людей з блоку Порошенка і багато людей з інших партій, вони працювали разом. Ми приїхали як сила змін, ми ситуативно працювали з блоком Порошенка, але вони дуже часто працювали проти нас. І це вже таке партийне питання, з тим нічого не зробиш. Але їх також не було так багато. І в нас був інший штат, в нас було інше фінансування. Тобто ми йшли практично як інша політична сила. І я як кандидат не мав кандидатів всюди, там де їх мав. Їм погрожували, їх виштовхували з тих станцій, та вони не могли дивитися за всім процесом. Тобто так. Олександр, скажіть, зараз вже прийшов час розбиратися в судах. Тому що ви говорите багато нарушений, угрози. А угроза – це дуже серйозна вещь. В Одесі, як вийшлося, що головний милиціонер міста – це із команди Саакашвили, до якого ви теж відноситесь, прокурор Одеської області, теж можна сказати із команди Саакашвили, це Герорги… Давид. Да, Давид, извиняюсь. Давид Сакаралидзе, да. Давид Сакаралидзе, который совміщає ще должність зам генпрокурора. В принципі, все козыри, по идеї, у вас в руках. Т.е. ви должны сейчас вийти в суд, все доказательства показати, і виграти, і не знаю, там, і добіться решення суда, щоб, не знаю, там, какой там… Второй тур провели. Можна ж ще через суд це зробити. Да. Смотрите, это… Ну, во-первых, вы немножко преувеличиваете нашу силу, потому что Давид Сакаралидзе пришел в прокуратуру буквально три недели назад, чуть больше. У него нету контроля над всей прокуратурой. Просто это невозможно. У него есть несколько человек, которых он привел из Киева. У лордки Панидзе есть несколько полицейских, которые, в общем-то, не принимают участия в этом процессе, да. Теперь, что делает лордки Панидзе? Он делает абсолютно правильные вещи. Он начинает расследование, начинает приходить в суды, и вчера он пришел в один из таких судов, чтобы ему разрешили в прокуратуре поднять протоколы, да. Суд разбегается, их собирают по домам, ездят и просят прийти на работу. Они приходят на работу, да, и в это время кто-то объявляет, что суд заминирован, им нужно убежать, да. То есть, суд заминирован, им нужно убежать. В это же время четыре судьи отводят свои кандидатуры, говорят, что мы не можем решать вопросы по этому делу, потому что мы знаем мэра. То есть, у нас есть как будто предрассудок какой-то. О чем это говорит? В общем-то, это о том, что у нас сейчас в стране сложилось государство, когда государство не способно выполнять свои функции в определенных нюансах, в том числе такие, как выборы. У нас государство не способно провести демократические выборы и не способно наказать нарушителей. И вот наша команда, что она делает с небольшими силами? У нас всего здесь 20 человек. И мы идем, по сути, против всей той номенклатуры и всей той якобы элиты, которая, в общем-то, своими корнями идет глубокий бандитизм 90-х годов. Мы идем против них всех, чтобы эту систему поменять. Единственная наша поддержка, это даже не государство, это не какие-то правоохранительные органы. Это 30% населения, которое меня поддержало и поддержало нашу команду. Причем 75% людей с высшим образованием тоже поддержали меня. То есть, по сути, элита и центральные районы, центральные районы Одессы поддержали команду Саакашвили и меня как кандидата команды Саакашвили в мэры. То есть, по сути, у нас сейчас очень интересная ситуация, когда старые власти, старые коррупционные власти пытаются удержать власть любой ценой, а мы пытаемся в легальном поле для того, чтобы не создавать какие-то майданы, для того, чтобы не делать чего-то противоправного. Мы пытаемся как-то эту ситуацию разрулить с тем, чтобы наказать виновных, во-первых, потому что мы уверены, что фальсификация была и все наши документы, которые у нас есть, это подтверждают. И в то же время вывести это куда-то в цивилизованную русскую. Вот, Александр, вот вы говорите, суды разбегаются, они принимают решения, а кто тогда их контролирует? Ну, это же значит... Мы не контролируем. Не вы, кто мозг вот этих... Ну, смотрите, ни для кого не секрет, что Кивалов пораставлял своих судей. Поэтому, когда мы проиграли пять судов первой инстанции, мы даже не запыхались, потому что мы понимали, что Кивалов и Труханов контролируют эти суды. Да, то есть это их вотчина, они их расставляли, это абсолютно известная вся вещь. То же самое с избирательными комиссиями. Мы понимали изначально вот эти вот первые инстанции, мы, в общем-то, сильно даже не расстраивались. Вот теперь будет интересно смотреть, что будет происходить с судьями второй инстанции. Вот когда четыре судьи отвело свои кандидатуры, это очень интересный момент, потому что, с моей точки зрения, я попытаюсь это расшифровать, хотя это, естественно, очень субъективно, что судьи, во-первых, боятся тех людей, которые вот из этой бандитской среды контролировали город и контролировали судей в том числе. А с другой стороны, вступает государство, какое неслабое, но вступает в лице там президента, в лице губернатора, в лице прокурора, да? И вот судьи спрыгивают с этого всего, потому что им страшно, они не понимают, кого им представлять, да? То есть нигде в цивилизованном мире судья не спрыгнет, скажем, сказав, что он знает мэра. Естественно, он знает мэра. Конечно, он его знает. Судья в любом городе знает мэра, да? Вот, то есть что это за самоотвод? То есть это люди не способны объективно принимать решение по каким-то вопросам, да? И если бы они не видели, что их дело сшито белыми нитками, они могли бы легко принять решение в пользу мэра, потому что это, в общем-то, было очевидно, почему они принимают это решение, да? Но их дело все сшито белыми нитками. Они понимают, что им нужно либо принимать решение по закону и тогда становиться на какую-то тропу войны с этим криминалитетом, да? Либо принимать решение в пользу криминалитета по делу с вязанными белыми нитками и тогда, в общем-то, становиться на тропу войны с государством, да? И вот здесь вот такой вот дуализм всей ситуации это то, что характеризует сейчас современную Одессу. Это, по сути, война двух миров, современного какого-то мира и мира 90-х годов. Вот, Александр, я хочу дать послушать вам и Ольге фрагмент обращения президента Петра Порошенко, народу, который он записывал на этих выходных, которые были, как раз по поводу местных выборов. Вот что он говорит по поводу нарушений, как они повлияли на эти выборы, пожалуйста. Так, окременные выборчие комиссии, как, не прикро, позволяли себе порушить закон или выявляли недостаточный профессионализм. В подобных вынятковых случаях я, как гарант Конституции, прав и свободы граждан Украины мусил впливать на ситуацию, будь то Маріуполь или Павлоград. Так, все еще гостро стояла проблема подкупу выборців окремими кандидатами, но этого раза на нее активно реагировали правоохранительные органы. В целом уж порушения мали здебільшого технічный, організаційно-процедурный характер, и, как заявляют мониторинговые громадские организации, до речи, которым я очень благодарен, за кордонні спостерегачі, яких ми цього разу мали надзвичайно велику кількість, на перебіг голосування, на результати волевиявлення ці порушення не вплинули. Вот, Олександр, я попытаюсь истолковать слова президента, может быть, я не прав. Он, в принципе, что говорит, что в Одессе все окей, и Боровик не раскачивай лодку? Ну, про Одессу он не сказал ни слова. Я знаю, что он очень близко следит за этой ситуацией. Я думаю, что очень показательными будут суды второй инстанции, потому что суды второй инстанции, хотим мы этого или не хотим, на них имеет влияние политическое руководство страны. И вот здесь вот, в чём я не согласен с президентом, если... Я не могу говорить за всю страну, я за этим не следил. Вот, но что касается Одессы, для меня вот то, что один из международных наблюдателей, который тоже профессор Вирджининского университета, написал Washington Post, для меня это, в общем-то, подтверждение того, что я не лунатик, и что я вижу что-то, что он тоже увидел. А вот здесь вот я хочу сказать, что с моей точки зрения, небольшое количество фальсификаций серьёзно повлияло на исход выборов. Я не могу сказать, что у господина Труханова нет поддержки в Одессе. Она есть. И это совсем другой феномен, который нужно понять и разобраться в нём, почему криминалитет от 90-х годов, почему человек, который буквально выигрывает выборы манипуляциями, заасфальтировав дорогу и продав картошку по полцены, почему у него есть выбор, почему у него есть люди, которые его поддерживают. Это совсем другой феномен. Что я хочу сказать здесь, это что большая часть Одессы хотела второго тура, и достаточно людей хотели этого второго тура, чтобы второй тур был. У господина Труханова нету 50%. Это очень плохо, что наши государственные органы, что наши независимые наблюдатели не поняли этой динамики, и что они не сделали. Должен был бы быть второй тур, и второй тур должен был бы показать, чего Одесса хочет. Двигаться в 21-й век или оставаться с криминалитетом 90-х годов. То есть вот здесь вот технические неполадки или маленькие фальсификации, или вы их назовёте, но они были значительны для того, чтобы поменять на исход выборов. Что я хочу ещё сказать, это что это в принципе то, что пишет Washington Post. Это то, что в общем-то на эти выборы нужно смотреть от самого начала и до самого конца. Когда записывали 40 технических кандидатов, это в общем-то где-то было начало. Это была попытка, которая была успешной захватить комиссии на участках. И вот каждый шаг, который был потом, как велась реклама, как ввёлся чёрный пиар, это всё была одна операция, если хотите. В результате которой, по сути, криминал по-прежнему руководит городом. Это вот то, что президент, кажется, пропустил, или он не пропустил, он этим занимается. То есть нужно будет смотреть. Да. Вот, Александр, у нас осталось две минутки. Я хочу задать вопрос Ольге. Вот, правда, технические кандидаты, особенно Дарт Вейдер, который мы видели участникам везде, он уже не только культовый персонаж кинематографа, а уже политическая фигура в Украине. Вот как можно, как вообще сочетается эта клоунада, я извиняюсь, с Дартами Вейдерами и так далее, с законами о выборах? То есть это всё можно делать действительно? Ну, на нашу беду технические кандидаты не могут быть выключены из выборчого процесса, потому что закон один для всех, и он гражданам Украины даёт пасивное и активное выборче право выбирать и быть выбранными. Мы не можем на старте выборчей кампании визначити, что цей кандидат есть правильный, а цей кандидат есть технический, и обмеживать выборчие права, потому что, если мы называемся демократичной страной, мы должны, снова таки, идти за позицию права. Другая проблема, когда технических кандидатов не реально, кандидатов, которые не працют на результат выборов, а лишь на свою участь, знову ж таки, або забезпечивать интересы третьей стороны в выборчих комиссиях, або брать на себя основной удар оскаржения, або брать на себя основной удар чорного пиару в интересах, знову ж таки, третьей стороны, то эти все процессы должны оскаржаться в ходе выборчей кампании. Мне очень прикро, что кандидаты в окременных территориальных громадах, в том числе в Одессе, они сказали про порушения подчас выборов лише в контексте дня голосования и подрахунку, хотя и пан Боровик заявил, что у него не было представников на всех дельничных выборчих комиссиях, что с постричками были проблемы и другие аспекты. Тобто суть в том, что если это просто клоунада, на это должно адекватно реагировать суспільство, не давать свои голоси за кандидатов, которые просто чувствуют кайф от того, что они борются в выборах. И у меня взагалі такая думка, что они насправді занимаются рекламой пиар-груп, або технологичных групп, которые работают на выборах и серьезно. Но они показали, что они могут створить продукт из ничего и привабить увагу суспільства для того, чтобы мы с вами про это говорили. Такие кандидаты, как Дарти Вейдера, они не безопасны для выборов. Они набагато более безопасны технические кандидаты, которые имеют чуткие завдания, або они так звані группы негативного впливу на выборчий процесс, або технічні, которые обеспечивают представительство в выборчих комиссиях, обеспечивают абсолютно большинство інших процессов. Я просто хотела б нагадати, что в Одессе и Одесской области нам зафиксовано понад 190 порушений в ходе выборчої кампании. Мне очень прикро, что кандидати, на жаль, не мали часу и натхнение на то, чтобы поскарживать ци дии во время кампании. Но термин давности для таких фактов, как пидков выборцев, нема, фактически, потому что это криминальный злочин, это особо тяжкие злочини, которые караются соответственно статей 160 КК. Отже, если вы, пане Олександре, вважаете, что выборы сфальшованы, в том числе не в день голосования на этапе кампании, хочу нагадать, если пан Труханов отримает свой мандат міського головы и, тем не менее, в ходе досудового следствия после выборов будет доведен факт подкупу, до которого он мает отношение, например, он будет избавленный своего мандата. Поэтому раджу спрямовывать конструктивные действия фактики, которые фиксировались и журналистами, и журналистами про это писали, говорили. А что до результату по дню голосования, ну, на жаль, для вас и для многих, кто хотел бы для Одессы истинной истории. У меня хороших новин немае. В протоколах зафиксированы ті данные и цифры, которые были на тих дельницах, на каждой из которых были наши встречи. Мы можем про это сперечаться, доверять или не доверять. Но проблема в том, что кандидаты кричать вовки, вовки, когда уже, на жаль, подъя закинчилась. Нет, нет. Мы кричали очень рано, мы кричали с самого начала. И вы знаете, вы не есть судья. Мы сейчас ждем, апелляционный суд принесет решение. И поэтому Одесситы увидят, в них будут хорошие новини, или нет. Упора сделали свою работу. Мы очень благодарны Упору, что Упора делала. Упора очень сильно помылилась в своих полах. И Упора также помылилась в полах перед выборами. Потому что те полы, что вы делали, там цифры были совсем другие. Пропрошу, мы не делали никаких экзит-полов, то давайте не выдумывать просто то, чего не было. Дуже вам дякую, за что вы сделали. Но что до новин, то мы будем ждать на то, что скажет суд. И мы очень оптимистичны, и увидим, что тратится. Спасибо. Ну, к сожалению, наше время стекло. Я так понимаю, что вы общий язык найдете только после решения суда. Но работать вам придется вместе все равно. Потому что политикам и общественным организациям, которые следят за выборами, лучше ну, держаться. Но, опять же таки, опора не проводила экзит-полы, поэтому за уважение до результатов. Окей. Но это надо почувствовать. Не доречить. Ну, экзит-полы не проводили. Спасибо еще раз Александру Боровику, пока еще кандидат в мэры Одессы. И Ольге Айвазовской, координатор сети опора. Спасибо. Оставайтесь с нами.